МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12.00 в столице. Вы смотрите новости на телеканале Хабар 24. В студии Иван Тулинов. Здравствуйте. В эти минуты в Казахстане проходит 4-е заседание Национального совета общественного доверия. Участие в нем принимает президент Касымжи Мартукаев. Из-за пандемии разговор идет в онлайн-режиме. Но расстояние не мешает членам совета поднимать острые проблемы, которые волнуют казахстанцев, и предлагать пути их решения. По мнению участников, Казахстан должен отказаться от копирования чужих проектов и реализовывать свои национальные. Но обсуждать идеи нужно не за закрытыми дверями, а широко. Более открытой должна стать информация о работе госорганов. К примеру, населению интересно, на что расходуются деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом. Особое внимание нужно уделять и вопросам экологии. Крупные предприятия страны постепенно переходят на так называемые зеленые рельсы. Работу эту нужно усилить, отметили на заседании. Модернизировать участники предлагают и банковскую сферу. Активнее решать жилищные проблемы, вопросы трудоустройства и закредитованности граждан. Напомню, трансляция встречи проходит в прямом эфире на официальной странице пресс-службы президента Фейсбука Акурда Пресс. И к другим темам. Еще 153 казахстанца вернулись из-за рубежа без ПЦР-тестов. Всего за минувшие сутки Казахстан принял 10 международных рейсов. Прилетели больше 1300 пассажиров. Из них только в Алматы без актуальных справок прибыли 116 граждан. Все они доставлены в карантинный стационар для сдачи анализа. В случае положительного результата людей направят на дальнейшее лечение. А вот прилетевшие в аэропорт Шимкента 86 пассажиров из Турции имели ПЦР-тесты. Об этом сообщил главный санврач на транспорте с адвокат Байгабулов. Напомню, справка о прохождении теста на COVID-19 действительно до трех суток, как на бумажном, так и электронном носителях, иностранных граждан без справок в страну не допускают. Между тем, по данным столичного управления здравоохранения, в стационары Нур-Султана к этому часу изолировали 61 человека. Напомню, уже со следующего понедельника Казахстан сокращает количество международных авиарейсов. С 26 октября сократится число авиарейсов с Украиной, Германией и Белоруссией, а в ноябре и с Турцией. Об этом накануне сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагомбетова. По ее словам, такие меры связаны с ухудшением эпидситуации в стране и в мире, усиливают контроль и на автомобильных пунктах пропуска. Октюбинские медики обеспокоены ухудшением эпидситуации по коронавирусной инфекции в соседних областях Российской Федерации. С начала октября в регионе зарегистрировали уже пять завозных случаев COVID-19. В области на двух приграничных автопереходах действуют санитарные посты. К одному из них выехала и наша съемочная группа. Моя коллега Наталья Салькова уже узнала, как работают в приграничной зоне. Она сейчас на прямой связи со студией по телефону и готова рассказать о своих наблюдениях. Наталья, добрый день. Как обстоят дела на автопереходе? Большой ли транзит? Здравствуйте, Иван. Сейчас мы находимся на пункте пропуска Жайсан в Артургском районе. Это на границе Саримбургской области. Автопереход расположен на трассе Западная Европа-Западный Китай. Это очень оживленная дорога. Конечно, в период пандемии поток автомобилей значительно снизился. Тем не менее, этот автопереход в день пересекает от 300 до 500 человек. Стоит отметить, что с начала октября в регионе зарегистрировали около 30 случаев коронавируса. Некоторые из заболевших пересекали этот пост. В последнем случае опасную инфекцию выявили у 46-летней женщины. Она приехала из России. У женщины были симптомы ОРВИ, а после проведения ПЦР подтвердился диагноз COVID-19. Ежедневно в карантинном стационаре села Жайсан делают около 50 ПЦР-тестов. В случае положительного результата пациентов госпитализируют. Сейчас результатов тестирования ожидают 27 человек. Еще 8 человек находятся в инфекционном отделении Мартукской районной больницы. Они получают лечение, либо находятся под наблюдением. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное. На этом у меня все. Студия. Да, Наталья, спасибо. Я напомню, это была моя коллега из Актюбинской области. Наталья Салькова находится на санитарном посте рядом с Российской Федерацией. Мы продолжаем выпуск. Между тем, в Казахстане за минувшие сутки выявили еще 141 новый случай заболевания коронавирусом. Лидирует Восточный Казахстан. Там зарегистрировали свыше 20 инфицированных. Еще 16 в Карагандинской области и 15 в столице. Всего к этому часу в стране подтверждено 109 907 случаев болезни. При этом лечение продолжают получать 2716 человек. Среди них 177 детей. 101 пациент находится в тяжелом состоянии. 15 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, за сутки выявили еще 181 случай пневмонии с признаками COVID-19. Не справились с пневмонией двое пациентов. Жертвами коронавируса стали три человека. Кинотеатры и тренажерные залы в Мангистауской области возобновят свою работу. Правда, их заполняемость не должна превышать 30%. Посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Торгово-развлекательные центры и крытые рынки также будут открыты по субботам до пяти вечера. Но чтобы не допустить распространения опасной эпидемии в регионе, по-прежнему действует запрет на массовые события, работу компьютерных клубов и других развлекательных заведений. Рейды мониторинговых групп увеличили в Костанае. Теперь торговые центры, учебные заведения, точки питания и общественный транспорт будут проверять на соблюдение санитарно-дезинфекционного режима дважды в день. А ночью контроль ужесточат за завеселительными заведениями. Данные меры в регионе пока носят профилактический характер. Часть нарушений отделывается предупреждениями. Ну а тем, кто совсем не соблюдает карантинные меры, выписывают штрафы. Пока представители мониторинговой группы стучались в закрытые двери автобусов, водители поспешно надевали маски и перчатки. Только потом впускали непрошенных гостей. Маску почему не надеваете защитную? Без перчаток находитесь на рабочем месте. За такое нарушение водителю грозит штраф на сумму более 80 тысяч тенге. Столько же могут заплатить и пассажиры за злостное несоблюдение карантинных мер. Пока с ними провели разъяснительную работу. Но по наблюдению перевозчика люди стали сознательнее. В основном масках. Зашугали же. Как за всеми следить? Мы тоже как эти. Как на конях же ездим. Быстрее же и время, и график. И нас не надо виновные оставлять во всем. В общественный транспорт мониторинговая группа нагрянула не в час пика. Потому в салонах нет давки. Хотя это не всегда бывает так, говорят пассажиры. А толпучка, скопление бывает? Ну это скорее всего, когда утром едут на работу, на учебу, там да. Детей много в автобусе. Маски у водителей и пассажиров – это не полный показатель. Транспорт проверяют на наличие антисептиков и соблюдение дезинфекционного режима. Если грубые нарушения, то сотрудники местной полицейской службы собирают материал. И после чего направляют рапорт уже непосредственно в СЭС для вставления протокола. Рейды в областном центре усилили вдвое. Теперь мониторинговые группы будут проверять объекты днем и ночью. Рейды проводились только пятницу и субботу. А с сегодняшнего дня будет ежедневно и именно в ночь, так как тои, свадьбы, бета-шары и так и далее. Раньше это были нарушения в магазинах. Продавцы без перчаток, без масок. Сегодня можно сказать, что данные нарушения не имеют места. А сегодня люди проводят массовое скопление. Сегодня в регионе работают более 90 мониторинговых групп. Ими за последние три месяца выявлено свыше 5000 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Наложены штрафы на 62 миллиона тенге. Наталья Строкова, Ермек Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. Далее о ситуации с коронавирусом в мире. В Греции зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 с момента снятия карантина. Накануне число инфицированных там составило 865 человек. Власти страны оценивают ситуацию как крайне критическую. Поэтому уже с пятницы на севере страны в городе Кастария вводится полный локдаун. Запрещается покидать пределы региона, а жители обязаны носить маски в общественных местах. Также будет приостановлена работа магазинов, ресторанов, музеев и спортзалов. Отмечу, общее число заболевших коронавирусом в Греции превысило 27 тысяч. Свыше 500 человек не справились с болезнью. Коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Германии Йенса Шпана. Об этом сообщил его пресс-секретарь. Сообщается, что у 40-летнего министра есть простудные симптомы COVID-19. В настоящее время политик удалился на самоизоляцию. Ранее он принимал участие в заседании Кабинета министров. Все контактировавшие с ним лица проинформированы. Отмечу, что Шпан стал первым членом правительства ФРГ, который заразился коронавирусом. В Бразилии скончался доброволец, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса. Препарат был разработан компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Причина смерти не раскрывается из-за соображений этики и конфиденциальности. Кроме того, не уточняется, получил ли доброволец плацебо или саму вакцину. В самой компании AstraZeneca от комментариев отказались, ссылаясь на то, что не имеют официальной позиции в связи с инцидентом. Представители Оксфордского университета, в свою очередь, утверждают, что препарат безопасен и его испытания будут продолжены. Порядка 41 миллиона человек в мире заразились коронавирусом с начала пандемии. Больше миллиона инфицированных умерли. Это обновленные данные ВОЗ. Из-за роста новых случаев заболевания в Восточной Европе вводят повторные ограничительные меры. В Чехии объявлен локдаун. С сегодняшнего дня там будут работать только продовольственные магазины и аптеки. Свобода передвижения граждан ограничена. Также обсуждается возможность введения жесткого карантина для жителей старше 65 лет. В Словении с 19 октября правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом. В стране действует комендантский час. Общественные мероприятия запрещены. Студенты и школьники средних и старших классов переведены на дистанционку. Закрылись бары и рестораны. В Румынии ношение масок становится обязательным для жителей столицы. Причем как в помещениях, так и на улице. Школы закрывают на две недели, а обучение будет только дистанционным. Больше двух тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Турции. Жертвами вируса стали 68 человек. Об этом сообщает Минздрав страны. Последний раз такой показатель был зафиксирован в Турции еще в начале мая. Ранее в ведомстве отмечали, что заболеваемость в стране достигла второго пика. На сегодня в Турции подтверждено больше 350 тысяч случаев заражения коронавирусом. Индия продолжает ставить рекорды по приросту инфицированных COVID-19. За последние сутки в стране зарегистрировали почти 60 тысяч новых больных коронавирусом. А общее число заразившихся вирусом перевалило отметку в 7,5 миллионов человек. Если власти не предпримут экстренных и главнодейственных мер по борьбе с пандемией, уже к концу года Индия может возглавить мировой рейтинг по числу зараженных коронавирусом. Будут ли предприняты новые меры, выясняли мои коллеги. По местным телеканалам сводки с ковидных полей подаются отчасти в позитивном свете. По официальным данным, из 900 тысяч человек, отправленных на тест последние сутки, коронавирус подтвердился всего у 67 тысяч, а от вируса успели излечиться почти 7 миллионов индийцев. Между тем, независимые аналитики уверены, Индия обогнала штаты по приросту инфицированных. Сказывается неинформативность пандемии в отдаленных районах, а также отсутствие учета инфицированных среди уязвимых слоев населения. Если брать официальные данные, то ситуация в стране немного начинает улучшаться. В больницах сейчас находится около 800 тысяч человек. В сутки от коронавируса умирают примерно 600 человек. Раньше показатели были хуже. Но мы не знаем, как обстоят дела в отдаленных кварталах, в поселках, куда врачи не могут доехать. Там тоже живут десятки тысяч человек. И явно, вирус не обошел эти поселения. Видимо, национальная ремиссия, признанная на официальном уровне, позволила властям взяться за решение экономических проблем. Несмотря на высокий уровень числа инфицированных, в Индии было решено открыть для посещения крупнейшие туристические курорты. Первым стал Гоа. Пока попасть на Лазурный берег могут только сами индийцы. Государственные границы по-прежнему закрыты. Власти заявили, что ситуация с ковид на курортах держится под контролем. Ещё летом власти посчитали, что к февралю 2021 года Индия сможет победить коронавирус. При этом не с помощью вакцины, а тотального карантина. При этом власти не скрывают, что за всё время пандемии переболеют 11 миллионов индийцев. У «Вертикали» осталось менее полугода, чтобы сбылся этот прогноз. И говоря откровенно, всё к этому и идёт. В стране, как и было обещано, существует воинственный карантин. А число заразившихся успешно приближается к 11 миллионам. По оценкам учёных, тест будет давать результаты менее чем за час, а по стоимости не превысит 7 долларов. Также местные эпидемиологи уверяют, что уже в начале 2021 года они представят стране первую действующую вакцину от вируса. Разработка этого лекарства, по недавним заявлениям Минздрава, якобы позволит Индии победить пандемию. А благодаря экспорту лекарств в соседние страны решить финансовые проблемы, образовавшиеся за время изоляции. В Аргентине на массовые акции протеста вышли медсёстры. Медработники требуют улучшений, условий труда и повышения заработных плат. По официальным данным, на сегодня в стране коронавирусом заразились почти 70 тысяч работников здравоохранения. Больше 60 из них умерли. Отмечу, в Аргентине последние месяцы отмечается рост новых случаев ковид. Повторный всплеск вирусом произошёл после выхода страны из старого локдауна. Если в начале эпидемии эпицентр заражений приходился на Буэнос-Айрес, то сейчас заболевшие стали чаще регистрироваться и в удалённых провинциях. У нас низкие заработные платы, плохие условия труда. Мы погибаем из-за того, что они защищены именно поэтому. Мы здесь, чтобы добиваться лучших условий труда для себя. Многотысячные демонстрации, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, прошли в Колумбии. Собравшиеся требуют от правительства компенсации и выплат пострадавшим от пандемии, а также увеличение финансирования здравоохранения и образования. Отмечу, в число подтверждённых случаев ковид в Колумбии превысило 1 миллион. Израиль постепенно снимает ограничения, связанные с общенациональным карантином, но основные запреты ещё в силе. Полиция продолжает проводить рейды по выявлению нарушителей. На одном из них побывал наш корреспондент Сергей Ауслендер. Главная проблема израильской полиции сейчас – катастрофически не хватает людей. Все прежние обязанности сохранились, ведь не стало меньше привычных преступлений – драк, наркоторговли, угонов машин. Но к этому добавилась борьба с эпидемией. А полицейские в силу специфики работы подвергаются даже большему риску, чем остальные. В израильской полиции работает 30 тысяч человек. Из них 500 – это уже люди, которые инфицированы, не находятся в изоляции. Плюс ещё 2,5 тысячи полицейских находятся в изоляции после того, как они были в контакте с инфицированным коронавирусом. Это уже 3 тысячи. Представляете, это огромная цифра, это одна десятая, скажем так. Патрули передвигаются по городу, проверяют наиболее людные места, смотрят за соблюдением правил, главный из которых – все должны находиться вне дома в масках. Большинство граждан к этому относятся с пониманием. Тех, кто нарушает, ждёт штраф в 120 евро. Но часто патрульные ограничиваются на первый раз предупреждением. Если он понимает, что он нарушил и как бы нечего поделать, он даёт, может быть, тоже подойти, попросить, чтобы дали ему как бы... Мне сразу штраф, а просто предупредительно. А тут уже насчёт предупреждения, это уже сам полицейский решает. Или в конце концов выписать штраф, или просто предупредить человека и записать его в системе. Впрочем, так ведут себя не все. Вот две сцены на центральном автовокзале Аждода. Юноша-доставщик пиццы замечен без маски. Получает штраф, соглашается с полицейской, мол, сам виноват. А эта девушка начинает спорить с патрулём, в маске тяжело дышать, и получает штраф. Почему вы ко мне привязались? Мы не привязались, мы следим за соблюдением требований. Поэтому назовите свой номер удостоверения и получите штраф. Проверяют магазины, которые пока не имеют возможности работать. Вот хозяин обувного салона объясняет, пришёл проверить сигнализацию. Клиентов внутри нет, значит, ничего не нарушил. А в этом магазине отсутствуют информационные таблички. Вход только в масках и ограничения на количество покупателей. Но дело обходится без наказания. На первый раз просто предупреждают. Бывают и серьёзные инциденты. В социальных сетях настоящую бурю вызвало видеозадержание девушки. Её заковали в наручники и доставили в участок. Впрочем, потом выяснилось, что женщина отказалась представляться, сопротивлялась и даже ранила патрульную. По закону отказ представиться полицейскому – это преступление. Такая история может закончиться даже уголовным делом. И это будет значительно дороже, чем штраф, который к тому же можно оспорить. Сергей Услендер, Хабар-24. Национальная церемония прощения Самуэлем Пати и школьным учителем, погибшим от рук террориста, прошла во Франции. Для её проведения выбрали двор Сорбонны, старейшего университета страны, символы образования и просвещения. На церемонии прощания выступил Эммануэль Макрон. Он же вручил семье Пати посмертную награду – Орден Почётного Легиона. Вместе с членами правительства в последний путь учителя проводили его коллеги и ученики разных школ региона, а также представители Совета мусульман Франции. Между тем завершено предварительное следствие по делу об убийстве педагога. Убийца учителя был застрелен полицией во время ареста. Сразу после теракта под стражей находятся семь человек. В ближайшие дни они предстанут перед судом, который примет решение о предъявлении обвинений в пособничестве. Расследование установило прямую связь между публикацией информации в социальных сетях и убийством. Пособникам грозит до 30 лет лишения свободы. В числе задержанных находятся два ученика школы, в которой работал Самуэль Пати. Они, по версии антитеррористической прокуратуры, за вознаграждение помогли убийце идентифицировать учителя. Ученик средней школы, получивший деньги от злоумышленника вместе с одним из своих одноклассников, дал физическое описание Самуэля Пати Абдулаху Анзорову. Этот человек говорил, что расправится с учителем и заставит его извиниться за скандальные карикатуры, опубликованные в журнале «Шарли Эбдо». К событиям в Казахстане. Штормовое предупреждение объявлено сразу в 10 областях страны. Как по прогнозам синоптиков, Казгидромет, туман, гололед и ветер ожидаются в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Североказахстанской, Жамбулской и Актюбинской областях. Ветрено будет в восточно-казахстанском, Павлодарском, Казлардинском и Туркестанском регионах. Что касается столицы, то сегодня в Нур-Султане ожидается ветер местами до 20 метров в секунду. Сейчас небольшая реклама, а сразу после мы расскажем, как ужесточат требования казахстанским артистам и почему Международный аэропорт Петропавловска оказался на грани банкротства. Международный аэропорт Петропавловска Международный аэропорт Петропавловска Казган, which has been a familiar landing staging city. The landing is bearing one hour and three minutes after sunrise, and... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Автором за общественно значимую литературу Международный аэропорт Петропавловск Вопрос с выплатой денег сейчас под контролем в госинспекции труда Рассчитаться сотрудниками там пообещали 10 ноября А вот сам аэропорт планирует перевести введение местного Акимата Через два месяца процедура запущена Мы должны будем пройти процедуру банкротства После этого мы забираем аэропорт к себе на баланс СПК Это подразделение Акимата областного Мы уже зарезервировали деньги на будущий год Для того, чтобы полностью все расходы за счет местного бюджета содержать Зарубление водоемов проводят в Жамбулской области В озеро Балхаш специалисты выпустили 290 тысяч мальков, карпа и сазана Всего до конца года в естественную среду обитания Выпустят свыше 2 миллионов жизнестойкой молоди Зарубление водоемов в области проводят ежегодно Весь процесс на контроле специальной комиссии В регионе действует несколько крупных питомников По выращиванию мальков рыбой даже провели зарубление в Карагандинской и Акмолинской областях На этом хозяйства не останавливаются, а продолжают увеличивать количество мальков По словам специалистов, осень – лучший сезон для зарубления Подходящая температура и достаточный объем воды на водоемах Обеспечивает приживаемость рыбы около 70% Отмечу, тем, кто занимается рыбоводством, планирует оказывать дополнительную поддержку Есть субсидирование товарного рыбоводства, а именно это корм для рыб Также сейчас развивается оригинальная программа по развитию рыбного хозяйства Рассматривается вопрос по субсидированию помимо кормов Также приобретение рыбопосадочного материала с субъектами, которые будут заниматься товарным рыбоводством Также техника по переработке рыбы 300 сельских жителей Северо-Казахстанской области лишились своих земельных паёв Сельчане утверждают, что руководитель хозяйства, оказавшись в затруднительном финансовом положении Незаконно продал право пользования сельхознаделами другому фермеру Репортаж Нургуль Ахметовой В селе Красной Горьке разгорается земельный скандал Местные жители утверждают, что их незаконно лишили сельхознаделов У нас около 300 человек И мы отдали этому ТО «Жамбай» свои доли Без права продажи наших долей Но он умудрился их продать А мы узнали через год только Для сельчан стало неожиданностью, что у земли теперь новый пользователь И вместо паёв жителям выплачивают соцпомощь Мы добиваемся, чтобы именно Фадеев заключили с нами договора Чтобы мы были уверены в выдаче этих паёв нам А то, значит, она говорит, вы радуетесь, что мы вам даём вот эту соцпомощь А мы не хотим, чтобы это нам бросали как собаки кость Александр Фадеев возглавляет хозяйство, которому теперь принадлежит право пользования земельными наделами Это право он выкупил ещё в 2018 году Земля заложена была у них в госкомпании Предприятие не рассчитывалось по своему обязательству И было всё это передано, видимо, по судебному производству в судоисполнители Соответственно, мы через судоисполнители выкупили эти земли Что пошло погашением, соответственно, данным субъектов Предыдущий землепользователь Анатолий Корольчук пояснил, что не мог рассчитаться по кредитам за скот и сельхозтехнику По его словам, в залог финансовому институту земли сельчан он не отдавал Но арест был наложен на все угодья А гектарно можно увидеть, что поевая земля заложена не было Там был стоял арест Теперь по поводу продажи Когда был разговор, чтобы не доводить до торгов, чтобы люди не пострадали Единственным условием, когда оформлялась эта сделка, чтобы люди поевые остались в паяне Только после этого я подписал документ Было дано согласие в чистостве областных руководителей, районных руководителей Сельчане писали письма в разные инстанции с просьбой разобраться в этом земельном вопросе Но пока что они со своей проблемой остались один на один Если бы, допустим, у них земля была у каждого оформлена, катастрофное дело, то не было бы такого Ну, неправильное оформление получается, что у них было Жители Красной Горки говорят, что куда бы они ни обращались, у всех один ответ Идите в суд Но чтобы составить иск, у сельчан на руках даже нет необходимых документов А адвокаты один за другим попросту отказываются вести это дело Нургуль Ахметов, Толеген Иманов, Североказахстанская область, Хабар-24 Далее эфир телеканала Хабар-24 продолжит брифинг службы центральных коммуникаций